здравствуйте это рубрика компания digitrade по разбору возможных сделок из предварительно выложенного домашнего задания в данной рубрике разбираем сделки которые можно было сделать на основе выложенного домашнего задания во вторник показываю сделки которые делал я сам который я бы хотел вам показать вот либо ваши сделки которые вы можете сами присылать давайте начнем у нас сейчас начался отчетный период поэтому сейчас будет очень много отчетных акций рынок становится становится более волатильным появляется больше интересных моментов так что сейчас все следите за отчетными акциями сейчас уже еще сейчас их еще пока мало там по 30 40 20 штук ближайшие дни и будет в день по 200 так что надо будет там выбирать самое интересное стараться фокусироваться на более интересных моментах сейчас пока немного но не менее у нас две отчетные акции сегодня первая акция это у нас джей вот это довольно таки дорогая акция тем не менее у нее есть очень интересный момент да и потом его лучше видно даже на 5 минутки есть акция у нас показала хай это хай мы ну здесь она откатилась на самом деле сейчас довольно таки часто встречается что акция утром делает сказать выбивает всех тех кто хотел мог пойти вот а только после этого идет эти посмотрим вот пробивает этот момент возвращается показываю да что не хочет идти ниже хая то есть подтверждает этот уровень да тут несколько точек захода это здесь вот здесь на на 5 минутки видно что после того как пробили сделали ложный пробой сразу вернулись и показали еще более сильный уровень который удержался еще дольше вот здесь можно но проблема в том что например вот такие заходы как вот здесь здесь уже стоп из того что акция дорогая за 50 до 100 процентов наиболее небольшой стоп был вот здесь но здесь опять же так как это дорогая акция здесь все равно надо держать в уме что даже если у вас небольшой стоп вас могут сквизануть ну на самом деле здесь кстати и сквизануло я но самое интересное да что в таких моментах когда вас убивает не сразу возвращается за уровень переходить надо обязательно ну перезаходить надо обязательно меня выбивала не кстати сквизануло изначально вот когда я здесь заходил у меня риск был 4 цента то есть почему опять же да вот акция интересно чем другие здесь дорогих акциях найти маленький риск даже без учета сквиза очень на самом деле редко здесь потенциал был даже если не доходят туда 139 до круглой цифры сто процентов даже если вы будете давать здесь риска с учетом сквиза порядка десяти долларов то что она сдадет за 139 это была очень большая вероятность принципе она тогда шла стукнулась то есть полпойнта даже на 10 риска 10-15 долларов риск потенциала за первые там 20 за там 2 20 за 5 6 за 5 10 минут это очень хороший здесь я заходил до меня сквизануло старел стоял риск 4 доллара на 4 цента в итоге получился 13 на поэтому то есть более дорогие акции на смотреть суть нас ученой сквиз тоже учитывать но здесь был потенциал то есть это даже это первый потенциал то есть я даже когда выбила этом сразу перезашел еще раз выбила моменте но здесь кстати уже немножко выдала потому что когда пробивали здесь круглую цифру это все-таки первый пробой тут собирали тут уже на волоте ничего да и дальше уже наконец-таки пошла после того как показала вот этот вот уровень вот она пошла даже еще выше то есть здесь уже риск все равно желательно за ну кто мог ли конечно использовать маленький риск на за уровень то есть здесь хотя здесь хотя бы видно что уровень довольно таки четки вот 61 можно было там если вы боялись поставить 57 ну конечно более консервативный правильный стоп хотя бы за 50 желательно и за 40 но здесь уже потенциал гораздо выше так как она подтвердила что она хочет идти выше 10 point потенциал как мы видим она сделала даже гораздо больше момент интересный то есть перезаходить надо тем более видите как она тут тут уже в моменте кто как успел перезайти успели перезайти когда она уже зафиксирую за цифрой 50 когда не захотел уже дальше пробивать нам сразу бы вам дал у меня был тот момент когда она только закрепилась здесь она там ударил в 50 я сразу еще перезашел еще раз меня подвигло но дальше пошло вот показал вам потому что ну и сам этот момент торговые потому что в таких дорогих акциях такие спорменты с небольшими рисками клоники встречаются резко но небольшие риски опять же условно сквиз надо учитывать хотя как я говорю даже без учета сквиза такие риски редко встречается с очень высоким потенциалом акция до отчетной кстати следующий момент это мс морган стендер да это скорее всего ты часто вам показывать но не знаю как я вам только во вторник показываю на самом деле пробойные ситуации я часто торгую вот здесь пробойный момент стратегия пробой примаркет на примаркете показали цифру на 50 вот максимум тем более 50 является круглой и на самом деле важной психологической цифры ставится за цифру 50 за уровень примаркета стоп лимит 50 01-50 на 4 со стопом сразу я лично ставлю до в такие моменты когда рассчитываю на резкий пробойный импульс я ставлю сразу стоп либо за два цента под уровень либо за пробойную свечу здесь я ставил то есть не стоит ставится это два дни я бы здесь там ставится новый станут за два цента за 50 все таки здесь цифра 50 это очень мощная круглая цифра и здесь я торгую чисто импульсом когда я торгую чисто импульс когда я знаю что ближайшие два-три бары я уеду когда рассчитываю что акция после того как пробить цифру 50 должна улететь я всегда ставлю там два цента за уровень потому что это может вас обезопасить потому что в утренние моменты очень высоко вероятность тоже то что вместо такого вместо вот такого бара акция дойдет на 50 07 резко развернется и улетит 49 70 свободно может такое быть будет стоп стоять по 90 вынесет очень сильно но тут опять же надо смотреть какие вы преследуете цели то есть стоп два цента лично я вставлю когда я преследую то что после пробоя акция должна сразу улететь когда я это прогнозирую тогда ставлю 20 когда прогнозируют другие варианты ставлю либо за пробойный бар либо за уровень утренние моменты в основном 2 цента потому что пробои здесь идут более резкие более сильные более частые то есть импульс после пробоя на самом деле вот таких моментов когда будет при маркет с четкой цифры будущей 50 было до после пробоя очень часто будут летать давать бы 20-30 центов то есть но рассчитывать на point сразу говорю не стоит такие моменты будут но буду даже когда на 10 центов возвращаться лететь на point дело в том что стоп два цента когда вы прогнозируете быстрый резкий импульс утром может обезопасить вас и таких моментов когда акция будет улетать point вниз обратно такие моменты тоже будут моменты встречались просто в целях безопасности здесь обычно утром даже если вас протягивает 10 центов в этом нет ничего страшного благодаря там центом протягивать не два три четыре но это такие моменты то есть в основном стоп зависит от вашей стратегии смотрите вот я использую такие стратегии в утренние пробоины моменты стоп сразу за пробой потому что я рассчитываю резкое движение до рассчитывание резкая когда я вижу что например если например акция до возле 50 сейчас бы то тут отстаивалась пример пик был бы 50 и 97 я бы стоял стоп нет 98 96 все-таки 22 цента жертву и не такая уж большая но это не такая уж большая жертва 2 цента дополнительно чтобы было вероятно что акции уйдет обратно за 50 стукнется в этот уровень и летит наверх в общем ставьте риски на основе своих стратегий потенциала который рассчитывать продолжаем следующая акция xm это не отчетная акция тем не менее не сейчас интересный момент на как видите на дневке тут есть уровень 4560 примерно 46 да конечно великовато вот тоже конечно учитывается но не он по закрытию видно что здесь стукались да здесь пытались вот этот предыдущение вот этот момент мы пробили плюс уровень еще 45 очень интересно вот акция немного на не совсем чистая волатильная поэтому надо было есть конечно думать заходить не заходить здесь есть несколько точек входа это первое после консолидации пробоя 45 вот все таки 45 это довольно таки важная цифра да и в принципе уровень около 45 все таки крутится хотя это и не ниже об предыдущего дня но тем не менее была консолидация на 45 45 пробили вернулись не ушли выше отошли начали вот так потихоньку такое движение то есть практически ступенька ровно с направлением вниз первая точка входа здесь риску с высоковат конечно и плюс еще могли сквизанной так что здесь уже сам каждый решает ходить не заходить вторая точка входа это не жилого предыдущего дня вот здесь вот но здесь лучше видно 456 вот раз ну здесь кто как мог зайти пробовать но это такие более агрессивные моменты вот этот момент на самом деле хороший тем более что прошла практически поинт с этого момента но это такие есть внутренняя консолидация ниже консолидации ступенька на самом деле тоже да вот эта акция по большей части выбрана не потому что там плохо плохой ход и что-то вроде такого я вот хотела показать вот эту вот ступень куда если вы увидите что акция ниже своего low особенно там после таких консолидации делает вот такие вот пробивает возвращается и делать вот такие вот ступеньки то есть с трендом вниз до заходить сто процентов здесь риск был более высокий но не менее тут он оправдался и вот еще одна очень интересная точка входа на акция сделал движение откат откат был на примерно на лоу предыдущего дня то есть принципе смотрим по закрытию петельки конечно тоже учитываем но все таки фитильки она показала уровень сопротивления за ней тогда надо было наблюдать тем не менее она видите здесь был треугольник поэтому заходить в ней пока не стоило от уровня интересный момент был тогда когда она вышла из него более агрессивно это заходить более агрессивно заходить это вот здесь когда она сразу пробила потихоньку пошла меня агрессивно вот в этом моменте да вот когда акция выходит из треугольников самом деле сейчас такая довольно таки тоже частая формация в частные наблюдая кстати очень хорошо работает не всегда я конечно замечаю что сейчас последнее время бредка доходит до лоу тем более когда эта формация она чаще встречается во второй половине дня то есть когда движение откат треугольник выходит из треугольника в редках он доходит до лоу но тем не менее 20 30 центов может дать свободу здесь дала например полтинника 60 даже почти 40 долларов 40 центов этот момент тоже часто встречается сейчас его последнее время часто вижу что акция идет вниз вверх рисует вот такой вот треугольник пробивает его не сторону ванга в сторону шар так он делать небольшую консолидацию либо здесь уже можно заходить более агрессивно идет дальше люди x7 как более опасная акция здесь уже каждый сам выбирает входить ему здесь не входить к кому какие риски подходят здесь на самом деле даже можно было и нормальные риски даже поймать заход по 63 со стопом до до 71 примерно 8 долларов можно было спокойно здесь все таки еще и утро ну тем не менее вот этот момент интересно да сама вот эта фигурка а вот это уже такой более хороший продуманный вход ниже лоу ниже 45 до 45 не пробили не ушли до нее до нее не дошли показали уровень сопротивления сменили тенденцию хорошо сейчас отчетный период будьте аккуратнее ищите хорошие акции всем спасибо за внимание сегодня увидимся на следующей неделе во вторник также будет домашнее задание и в четверг разбор всем спасибо за внимание до свидания